Приветствую вас на канале блог инженера Павлова. В этом видео я с вами определюсь двумя способами, как проверить трансформатор, дроссель, да и вообще любую индуктивность на наличие короткого замыкания. В эксперименте будет принимать участие вот этот трансформатор. Это выходной трансформатор от лампоусилителя, снятый со старого лампы телевизора. Сам трансформатор исправен. Для проверки по первому способу я соберу вот эту схему. Из приборов мне потребуется источник питания и осциллограф. Здесь на схеме источник питания дает напряжение постоянное 10 вольт. Это R1 сопротивление ограничивающее ток. SB1 это кнопка без фиксации. С1 конденсатор. Емкость конденсатора в моем случае я взял 0,68 микрофарада. А это сам исследуемый трансформатор. Собрал я схему, теперь можно переходить к эксперименту. У осциллографа я выбираю режим синхронизации однократный. Теперь я нажимаю кнопку и подаю питание на проверяемый трансформатор. В момент отпускания кнопки в колебательном контуре, состоящем из емкости трансформатора, возникнут затухающие колебания, которые зафиксирует осциллограф. Наличие таких колебаний показывает, что трансформатор исправен. Вот на эту ступеньку, которая возникла сейчас, не следует обращать никакого внимания. Это просто дребезг контактов кнопки. Теперь я замкну вторичную обмотку и покажу снова, какие будут колебания в трансформаторе имеющие короткое замыкание. Итак, трансформатор имеющий в себе короткое замыкание. Как видно, никаких колебаний в колебательном контуре не возникает. Для проведения проверки по второму методу я соберу такую схему. Из приборов мне потребуется генератор синусоидального сигнала и осциллограф. Величина емкости составит 0,68 мкФ. Амплитуда выходного синусоидального сигнала с генератора составит 10 В. Схема собрана, теперь можно проводить эксперимент. Подаю синусоидальный сигнал с генератора. Начальная частота составляет 100 Гц. И начинаю увеличивать частоту. При увеличении частоты в колебательном контуре можно наблюдать явление резонанса напряжений. То есть амплитуда колебания в индуктивности будет увеличиваться при увеличении частоты. А при дальнейшем увеличении частоты амплитуда колебаний будет уменьшаться. Если есть явление резонанса напряжения в проверяемом трансформаторе, то такой трансформатор считается исправным. Сейчас я замкну выходную обмотку трансформатора и снова проведу данный эксперимент. Подаю сигнал с генератора и начинаю увеличивать частоту. Как видно, в неисправном трансформаторе явление резонанса не возникает. При проведении проверки трансформаторов осциллограф можно подключать как к первичной обмотке исследуемого трансформатора, так и ко вторичной обмотке. Емкость при проверке импульсных трансформаторов можно брать как величиной 0,1 мкФ или еще меньше. Если у вас остались какие-либо вопросы или вы знаете какие-либо другие способы, как можно проверить трансформатор, дроссель на наличие короткого замыкания, напишите об этом в комментариях. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всех благ, до новых встреч, друзья! Всем пока!